Здарова, ребят! Это настольный сюр, хроники кампейна по Мартхейму, какая-то там очередная часть, по-моему, шестая. Итак, первая игра шестой недели у меня была с Тёмой, с Арчи, с его бандой Огров. Наконец-то мы с ним столкнулись лицом к лицу для честного постука без всякой стрельбы. Ну, я, по крайней мере, так думал. Честно говоря, миссия у нас была довольно скучненькая. Мы каждый накидали Д3 варпстоунов и раздали своим персонажам. Мы в итоге кинули по одному и дали своим батям. Если противник выбивает батю со стола, то он получает варпстоун. Если не выбивает, не получает. В принципе, все правила. Расстановка разве что была интересненькая, потому что Огры находились в левом дальнем углу, а я, по факту, выставился практически в центре. Такой сплошной большой кляксой, большой своей кучкой. Инициативу выиграли Огры. Их первый ход заключался в том, что левый фланг начал сближаться с моей бандой, причем пряча за домиком, а гигантский пушкарь разрядился в мою кучу и неплохо так пошмалял. Снял-ка видео Бубони и Гангрени по дырке, а Чункина уронил мордой вверх. Мы же в свой ход, не имея возможности в кого-то вчерджовать или пострелять, мы же все-таки за честный пастук, за честный нурглядский пастук, выходим вперед и готовы танчить, готовы терпеть. Впереди всея Гангреня мой, в надежде, что он по максимуму выжмет свои три вунды и продержит вражеское войско как можно дольше. Ход снова переходит к Ограм, и те как раз-таки влетают в Гангреню, Оспика и Гнойню. И, собственно, они так изрядно попинали и Гангреню, и Гнойню, оставив их мордой вниз. Я же в свой ход яростно влетаю просто во все, что вижу, и снимаю две вунды вражескому бате из трех имеющихся, а также убиваю маленького Янгблада и, по-моему, жирную Огра-женщину. То есть я, в принципе, уже неплохо проредил небольшое воинство Огров. В ответ же Трамп, он же Огровский батя, роняет моего Сифилуса, а тот, напоминаю, носит хауситский меч, что очень круто в данной ситуации. И, в принципе, кого-то мне там еще выбивают, не помню, Гангреню все-таки забирают, Оспика тоже забирают. Начинается мой ход. Я раскастовываюсь батей. Самое важное, что я роняю вражеского Батю, вражеского Огровского Батю, а Сифилус встает и дорезает вражеского лидера, забирая при этом и Варпстоун, и еще один дополнительный ОК. Огры в свой ход, лишившись Батю, заваливают свой РУ-тест и сбегают с позором со стола. В принципе, игра была не сказать, что особо эмоциональная и особо интересная по нашим ходам. Мы просто шли вонзаться, вонзились, побились, устроили честную драку, не считая пушку, и разошлись по-хорошему. Ну и в рамках энкаунтера в конце миссии я нашел труп, а у того, в свою очередь, уже нашел и три голдишка. А вот вторая игра была уже помасштабнее. Мы играли два против одного. Ну, как вам сказать, со мной играл тот же Тёма Арчи, и у нас с ним был в этот раз Альянс. Видимо, Ограм понравилось, как нурглиты могут драться, и решили всё-таки побратимыми стать. Благо, наше мясо им неинтересно, оно тухленькое, вонюченькое и невкусное. А мы решили, что враг моего врага наш друг. Поэтому с Ограми мы сдружились. Нашим же противником стал Андрей с его дворфами. Это тот самый Андрей, с которым мы играли самую первую катку. И вот он решил сыграть реванш. Ну, как он пришёл, мы пришли. По сюжету, дворфы подошли к крепости Кракасгала, непосредственно к самим вратам. А тут ещё и Огры вышли, и нурглецы, и дворфы поняли, что им необходимо защитить крепость, но они в меньшинстве. И тут, как будто сами боги услышали их мольбы, к ним на помощь пришёл герой, тролльслейер. Я, честно говоря, забыл, какое было у него имя, но миниатюрка Готрека, характеристики почти Готрека, потому будем называть его Готрек. Этот самый Готрек является потомком дворфа, который убил в Кракасгале дракона. У того дворфа было два сына. Один зашёл на местный престол, а второй побрился в слейра. И вот как раз таки второй сын пришёл на помощь нашим дворфам. Андрей, в принципе, был не в меньшинстве. Потому что характеристики этого Готрека сопоставимы с целой армией. У него пятый мув, восьмой ВС, второй БС, сила шестая, а с двуручом восьмая, тафна шестая, вунд пять, инициатива третья, атаки четыре, ледак десятый. А также у него шесть скиллов. Во-первых, это силач, чтобы бить не последним с двуручом. Это спринт, чтобы он бегал на пятнадцать дюймов. У него Феросиус Чардж. Это значит, что он попадает хуже на один в ХТХ, но кидает в два раза больше кубов, в два раза больше атак. У него их не четыре, с чержа у него их восемь. Плюс у него есть Додж, плюс у него есть толстый череп, который по факту является вшитым шлемом, шлемом плюс, я бы сказал. Ну и напоследок у него есть Strike to Injure, то есть он уводит со стола нас на четыре плюс, морды вниз на два плюс и так далее. И на сладкое у него еще руна защиты с ингулем на пять плюс. Вообще шикарно. Наша с Огром совместная цель добежать до противоположного края стола хотя бы четырьмя моделями. И мы должны попытаться это сделать. Дворфы выставляются вдоль своего края стола, а мы с противоположной стороны непосредственно в БТБ с краю. Начинается ход Дворфов, они выбегают вперед, занимают позиции и в принципе идут на сближение. Огры же также бегут вперед, потому что нам срочно нужно в Каракасгал проникнуть за эти врата. Я же разделил свою группу нурглецов на ту, что пойдет по левому флангу и та, что пойдет по центру. У Дворфов большое количество арбалетов, потому они занимают выгодные позиции для стрельбы. В частности, такой кусок крепости, с которого хорошо простреливается пол стола. Местный же Готрик немного очкует и выбегает правее, ожидая, пока враги сами к нему придут. Огры тоже не очень спешат на встречу с Готриком, они выходят вперед в надежде, что Готрик в них влетит, а не им придется лететь вперед. Чумкин активируется, идет немножко вперед, ловит фейербол из ловушки и отправляется к праотцам. К праотцу. К дедушке. Остальная же банда продолжает идти на сближение и тоже ожидает Готрика. Ход гномов и самое интересное, там раскастовывается маг. Он кидает магические стрелы, сколько выстрелов? Восемь. По-моему, все магические выстрелы всегда идут на восемь, сколько я не играл. И этот град стрел просто влетает в жирную бабу Огриху и та падает мордой вниз. И жопы кверху. Гнойня тоже ловит болт и теряет первое ХП. Огры начинают потихоньку уходить на левый фланг и триггерят ловушку, из-за чего молния проходит и по ним, и по моему Сепсису нечастному. В мой же ход Сепсис встает, снова триггерит ту же самую ловушку, получает землетрясение под ноги и снова падает. Ну, не повезло пацану, бывает. Все это время мой Огры Гангреня бежал на всех парах в сторону выхода, ну, в сторону входа в Каракасгал. И вот он подошел к местной арбалетчице. Гномы тем временем тоже получают небольшое количество люлей от ловушки, а Готрик бежит на всех парах на сближение. А арбалетчица добивает Огра Бабу. У них, видимо, женские терки там были какие-то. Огры вообще все сбежали в левую сторону и продолжают там кучковаться. Но кучкуется так, чтобы Пушкарю можно было пострелять. И он пострелял. Вы смотрите на этот бросок. Это шесть на попасть, шесть на пробить, это крит, какой крит? Это тоже шесть. Это два урона, а не один. Это два куба, это шесть-пять. Несчастная рыжая Соня Дворфов уходит со стола. Уже приличный кусок моей банды подходит к краю столу. Остается недалеко, но блокируется возможность бежать, потому что здесь есть вражеские Дворфы. Слава богу, у меня у Бати есть Томик Хаоса и там много заклинаний, среди которых есть Полет Хаоса и он может по факту бежать на шесть, потому что у него тяжелые доспехи и щит и еще летать на двенадцать. То есть Бати у меня стабильно уходит со стола, чем он и занимается. Первый, прошедший в Каракасгал. Гангреня забивает Дворфийку и роняет ее мордой вниз. Готрек продолжает краситься. Ну как краситься, он уже на линии Черджа с моими ребятами. Активация Андрея и он застреливает своего же Дворфа, который сражается с Гангреней и тот может добить Дворфийку. Огры продолжают бежать вперед, а часть из них возвращается на правый фланг, потому что Готрек оттуда свалил. Гангреня пытается перетянуть внимание на себя и чарджет следующего Дворфа. Но это не панацея, потому что в нас влетает Готрек. Влетает, дай боже, но благодаря способности Оспика про летающих мух, что залезает в глаза и в уши и мешает Готреку попадать, он плохо откидывается, мало чем попадает и по-моему самого Оспика только и съедает. Хотя был шанс съесть и Гангреню и по-моему Бубоню. Арбалетчица в этой игре первый снайпер на деревне, потому что она снимает еще одного Огра со стола. Огры наконец-то добежали до Дворфов и начинают с ними стукаться недалеко от края стола. Если они их достукают, то смогут в принципе убежать. У них скорость-то большая. Но тут происходит печальное и Готрек забивает Гангреню. Огры же в свой ход заваливают рутест и я остаюсь один на один с этими маленькими недоросликами. Ну а дальше несколько активаций Готрека и он убивает сначала Бубоню, потом Сифилуса, потом Гнойню и в конце концов Ковидия. Финита ля комедия. Нурглецы не прошли. Дворфы стронг. Дворфы смогли защитить вход в Каракасгал. Андрюха, поздравляю. Да, единственное, что Сифилус и Гнойня сняли по одной вунде Готреку, за что нашли по-моему три Варпстоуна, а также кинули 6-6, то есть дополнительный опыт на фазе, что с ними стало после Аут оф Экшена. Возможно, это как-то связано. Но, кстати, у меня появилась довольно неприятная проблема. У Ковидия теперь проклятие, которое говорит, что если он кинул перед игрой единичку, он косплеит Эрика Кардмана и говорит «Не, пацаны, я домой». С точки зрения прокачки, появления новых скиллов и новых предметов, у меня, в принципе, ничего нового интересного не появилось, разве что у Эпидемикуса появился скилл, который позволяет реролить ему один из кубов на заклинании. И это, кстати, клево. А так, я обновил траву, чтобы хиляться, я обновил яд, чтобы наносить больше повреждений, и у меня снова свалил гангрене, и в четвертый раз я его уже не буду брать, слишком дорого, качается он медленно, хотя хороший фаермагнит, но пусть мои ковиди с гнойни теркат. Хотя там уже и сифилус с бубоней тоже вполне себе держат удар, если даже не лучше. И вот на такой не очень победной ноте заканчивается второй этап нашего кампейна, и мы уходим в подземелье Каракасгала, и теперь мы будем сражаться внутри горы, внутри тесных помещений, внутри крепости. И возможно наконец-то найдем шкатулку бубони. Не зря же мы сюда ковыляли. Правда, мой третий этап кампейна немного омрачается тем, что в данный момент я нахожусь на Байкале, из-за этого я пропускаю три игры, потому что одну я успел сыграть до отъезда, и надеюсь, после возвращения я смогу нагнать не по Проксиботит кто-нибудь. Возможно, я наконец-то сыграю со Славой. Будем надеяться, что к финалу я приду со всеми. Вот так вот получилось. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Не болейте, не скучайте, болейте за мою банду, болейте за другие банды в кампейне. Ждите следующих выпусков, лайки, репосты, патреоны, там всякие. Вот это вот все сами прекрасно знаете. Кровавых боев и сладких снов. Играйте сами, играйте с нами. Пока-пока. А сейчас титры с именами клевых ребят, что поддерживают меня на патреоне и бусти. А именно Фидель Пиночетов, Евгений Мурул Сафронов, Иван Много Джокеров Копылов, Денис С, Алексей Элдор Ермаков, Дмитрий Бабин, Артем Арт Демиденко, Ермак, Мурзик, Анатолий Джокер Коновалов, Влад Флайдронс Кузьмин, Алексей Герыч Гордеев, Дмитрий Крикар Хипов, Павел Кузнецов, Юрий Хмелевской, Валбер, Механдес Нодот, Костя Озерный Хенч, Никита Райму Нефедов, Андрей Родя Родионов, Артем Севенред, Витол Бош, Влад Призрак Иванов, Невезучий Лодж Экей Старый, а также, конечно, как всегда, на почетном месте Его Величество Юрий Дивайн Дивайн Александров. Спасибо вам от души. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова